Мероприятие началось с торжественного момента. Почетные грамоты, цветы и подарки получили учителя и родители двух школ – номер 7 и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы награждали тех людей, которые с нами работают в одной команде, которые нам помогали реализовать важные для округа задач. Мы в этом году отремонтировали капитально две школы. Это школа номер 7 городского округа и школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. И нужно сказать, что, конечно, и педагогический состав, и руководители образовательных учреждений, и, конечно же, родители детей, которые в этих школах обучаются, приняли очень активное участие. За активную жизненную позицию и личный вклад в развитие городского округа получила поздравления и Виктория Егорова. Она выразила благодарность Юлии Купецкой за то, что администрация преобразила восточную часть микрорайона Перловки. Я благодарю вас за эту школу, потому что в этой школе учился мой отец, училась я, сейчас учатся мои дети, дай бог, мне в ноги будут, и эту школу за мной будут дать. Спасибо вам. Напомним, что кроме капитального ремонта в седьмой школе подрядчики провели комплексное благоустройство территории за счет средств муниципалитета. Новая спортплощадка – современный стадион, который открыт не только для учащихся, но и жителей всего микрорайона. Если бы не Юлия Олеговна, то многих спортивных объектов на территории нашей школы вообще не было бы. Вторая часть мероприятия была посвящена подведению итогов. В ходе избирательной кампании жители направили в адрес партии множество пожеланий и просьб в виде наказов. Большая часть касалась вопросов благоустройства. На втором месте по популярности – транспорт и дороги. В топ также вошли вопросы образования и здравоохранения. Сегодня мы подвели итоги исполнения наказов за 2022 год, которые были собраны в период избирательной кампании. У нас таких наказов по Московской области было собрано больше 700 тысяч. Из них 180 тысяч – это наказы регионального уровня, и больше 100 тысяч – это наказы именно муниципального уровня, то есть те самые, которые касаются каждого из нас. В свое время в Мытищах было собрано 10,5 тысяч наказов. Во время избирательной кампании мы получили, если берем чисто территорию городского округа Мытища, более 10,5 тысяч наказов избирателей. На сегодняшний день 98% наказов исполнено. На сегодняшний день в работе остаются 143 наказа, часть из которых уже находятся в стадии реализации. Например, это строительство поликлиники в микрорайоне поселок Пирогурский, строительство ФОКа в Марфино, строительство школ и детских садов в микрорайонах 16, 17А и 25А, в ЖК Мытищий парк, ЖК Датский квартал и Скандинавский, в деревне Погорелки, строительство пристройки к школе номер 6 и другие объекты высокой социальной значимости. Наказы и чаяния большой группы жителей Перловки получилось исполнить в рамках программы инициативного бюджетирования. По этой программе из регионального бюджета получилось привлечь 11 млн 242 тыс. рублей. Естественно, еще было софинансирование из бюджета муниципального образования и традиционный 1% от затрат, собранный гражданами. В результате жители получили благоустроенный сквер с зоной современных уличных тренажеров, еще одной спортивной площадкой и зоной для тихого отдыха. Первое место по области по исполнению наказов избирателей, отзывы жителей нашего округа о реализованных наказах – это главное подтверждение эффективности работы муниципалитета и верного курса. Татьяна Горностаева, Александр Соломкин, Первый Матищинский.